Вот подхожу к подъезду, тут всякие препятствия встречаются на пути. Это не экстренное отключение света. В таких условиях жильцы дома на Власихинской живут круглый год. Только с фонариками и ходим. Ключи найти невозможно. Либо заранее готовить, либо только с фонарем, по-другому никак. А вот так двор выглядит днем. Большие масштабы, хоккейная коробка освещается только в то время, когда идут тренировки, а детская площадка освещается только два месяца в году. Декабрь и январь. В остальное время люди в потемках с фонариками, с телефонами добираются до своих подъездов. Некоторые пенсионеры даже на голову себе размещают вот эти фонарики для того, чтобы подсвечивать путь. Потому что все равно препятствий на пути много достаточно. То есть это и не совсем ровная брусчатка местами, это какие-то колодцы, какие-то там, я не знаю, неровности, крылечки. Ну, то есть травму получить в принципе в темноте это очень легко. Мария Кутовенко одна из тех, кто объявил войну тьме. Она организатор инициативной группы, которая пытается понять, как во дворе довольно свежего дома нет освещения. Да, у подъездов установлены датчики, реагирующие на движение, но они давно в неисправном состоянии, говорит Мария. А вот столбов для фонарей за почти 10 лет так и не появилось. Жители не раз обращались в управляющую компанию, но контакта не состоялось. Проектом предусмотрено освещение придомовой территории только от стационарных светильников, установленных у входных групп подъездов. Также освещение придомовой территории осуществляется с использованием падающего света из окон жилых помещений. Правда, света из окон жилых домов катастрофически не хватает. Мария проверяла. Либо жильцы домов просто неактивно включают лампы в квартирах. Общаться с нами представители управляющей компании не стали. Мы направили им запрос. По мнению коммунального юриста, у людей два варианта. Здесь можно и обратиться в суд о понуждении управляющей компании. Но если управляющая компания на контакт не идет и не подчиняется решению общего собрания, ну может быть есть смысл тогда подумать о смене управляющей организации, которая с большим рвением и желанием к нуждам жителей отнесется и подумает, за счет чего можно профинансировать такого рода мероприятия. Для этого жильцам нужно принять коллективное решение. Тем более в доме есть и другие проблемы, которые нужно решать с управляющей компанией. Например, о арендах хоккейной коробки. У местных ребятишек попросту нет времени на нее попасть, потому что она всегда занята. Или косметический ремонт дома. Настрой у людей серьезный. Если не будет ответа от управляющей, то они обратятся в суд. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком.